Итак, напоминаю, дорогие телезрители, если вы только что включили ваши телеприемники, да, вот там пока, пожалуйста, принесите микрофон человеку. Вы можете позвонить к нам сюда в прямой эфир по телефону 645-9297 с кодом Москвой495 задать вопрос Евгению Маргулису, Михаилу Клягину про любой аспект музыкальной жизни. А сейчас у нас вопрос в студии появился. Пожалуйста, представьтесь. Добрый вечер, меня зовут Денис. Год 4 назад видел ваше выступление, ну, в какой-то передаче с Сергеем Чедраковым. Вопрос в кухне, по-моему. Вопрос такой. Творчество каких ваших коллег, русских наших, ну, кстати, садечников вам интересно, близко и нравится просто слушать? Ну, Чиж в первую очередь, да, потому что он великолепный музыкант, это раз, великолепный человек, мы с ним давно дружим. Воскресники, Гарик Сукачев, Сережка Галанин, потом очень много всяких молодых и неизвестных групп здесь. Очень симпатичная команда под названием Миру Мир из города Ижевска, очень прикольная. Ну, достаточное количество, достаточное количество очень хороших музыкантов, делающих очень хорошую и качественную музыку. Это дорогого стоит. То есть по сравнению, скажем, с 70-ми, да, годами? Нет, в 70-ми, но в 70-х годах мы все играли одинаковую музыку. Лед Зепплин, Битлз и пытались что-то свое по-английски еще вопить, не знаю, языка. Получалось страшно. Жень, а вот, ну, ты как бы такой человек, который является собой такой мощный срез, может быть, вот этой как раз отечественной рок-культуры, причем с самыми видными исполнителями удалось поработать. Это и Воскресенье, и Машина Времени, разумеется, и Аракс, и даже звали, был эпизод в аквариум, не пошел там из каких-то соображений, да? Нет, ну, у Борьки тоже были проблемы в тот момент, и зачем два проблемы у человека в одном болоте, не знаю. Да, но все-таки был и в каком-то смысле есть, безусловно, сейчас проект под названием «Шанхай», где вот как бы Евгений Маргулис, да, himself, то есть без всякого другого соавторства или я в чем-то не прав. Если я прав, то чем отличается с твоей точки зрения именно этот проект, что в нем такого, чего нет во всех остальных? Ну, во-первых, это проект, это что такое? Это Михаил Клягин, с которым мы играем уже 10 лет. Потом небезызвестный вам персонаж Миша Владимиров, играющий на губной гармонике. Вот на такой губной гармонике. Да. Конор, урвал и пизод. И Женя Лепедин, барабанщик, отменный барабанщик, который тоже с нами, и мы играем, в принципе, наверное, акустический блюз. Скорее всего, да, чем нет. Вот, ну, во-первых, почему я это сделал? Потому что на протяжении последних лет 25 я все время с Санделью в электрические гитары, басы надоело ужасно. Вот хочется все-таки проверить себя на вшивость. Обычно, скажем, за грохотом аппаратуры не понимаешь, чего ты стоишь на самом деле. А тут вот сидишь такой голый, вот играешь. И малейшая лажа, и понятно, кто ты и что ты. Поэтому все-таки мне нравится себя проверять, и нравится писать песенку вот именно под этот проект, потому что все люди, вот вы видите, пока только два персонажа играть умеют. А в связи с этим такой вопрос тоже довольно часто мы его задаем. В частности, вот у нас Андрей Макаревич, когда был на семинаре, мы ему задали этот вопрос, он очень забавно не ответил. По каким критериям ты понимаешь, что вот с этим человеком ты можешь играть в группе, а вот с каким, даже какой бы он ни был суперпрофессионал, ну, никогда не сможешь играть? Бывает такое? Ну, ты знаешь, всегда происходит какой-то естественный отбор. И ты присматриваешься к человеку, опять же, насколько комфортно тебе с ним, насколько он тебя понимает, насколько ты его понимаешь, насколько его идиотизм не обламывает тебя, насколько мой идиотизм не обламывает его. И в результате, в результате путем такой селекции подбирается вот команда единомышленников. Ну и дальше уже по жизни с флагом и вперед. Да, ну вот, да, пожалуйста, вопрос у нас в студии. Пока я внесут микрофон, Андрей Вадимович ответил на этот вопрос предыдущий, что должно совпадать чувство юмора. Не, ну это понятно. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Алиса. Большинство выдающихся музыкантов это мужчины. А каких музыкантов женщин, творчество музыкантов женщин вы могли бы выделить? У нас? Ну у нас это Земфира, которая, я считаю, за последние 10 лет, по-моему, самая великая артистка на нашей сцене. А на Западе большое количество. Та же самая Лилия Лен, та же самая Пинк, невзирая на ее такую мужскую брутальность. Гениальная была, то есть была она и есть Джонни Митчелл, Элла Феджералд. Ну там масса всего. Я говорю, что в отличие, скажем, от нас, у них все-таки шоу-бизнес на высоком уровне. У нас зачатки, поэтому ты не всех знаешь. Но на самом деле у нас есть симпатичные тоже девушки, которые умеют играть и петь. Но их пока толком никто не знает. Знают те, кто на виду, на плаву. А чем обусловлено то, что, насколько я понимаю, ни в одном из проектов, в таких вот общеизвестных, в которых ты участвовал, дам не было? Ну, во-первых, не попадалось достойно в тот момент. Во-вторых, ну, то есть таких идей не было. Один раз я попросил Таньку Лазарева, чтобы она мне подпела. Ну, поет гениально. Но она перепугалась. Отшутилась? Нет, просто перепугалась. Сказала, что она не сдюжит и как бы неудобно меня подставлять. Хотя она поет, конечно, фантастически. С очень хорошими локальными данными и с очень хорошим вкусом. Хорошо. Так, пока вопросов нету. А, вот, есть, пожалуйста, вопрос. Только Андрюша, выйди сюда поближе, пожалуйста. Все должны посмотреть на то, какой ты красивый. Андрей Горбатов, в эфире 2 ТВ. Ваши аплодисменты. Здравствуйте. Фольклорный элемент. Здравствуйте. Да, еще лучше будет. Спасибо, что вытащили меня из пасхального стола. Из-за пасхального стола. Полубоком, да, потому что спиной к одной из камер. Меня поразила тема. Прежде всего, я очень хотел Евгения увидеть, потому что давно не видел. Он увидел на конце, а сейчас увидеть в такой обстановке еще на Лен Мьюзик. Это великолепно. Редкий случай. Хотя был на его 50-летие в мире и так далее. Значит, суть в отчем. Была тема такая, что плюс в нашей стране играть нельзя. Так подавали тему в интернете. Но это провокация была. Мы ее не поднимаем вообще. Поэтому я подготовился немножко по-другому к вопросу. Ты начнешь петь. Но должен сказать. Да. Но должен сказать. Нет, он просто вопрос не закончен. Он будет такой длинный. Да мы понимаем. Значит, в 1976 году Евгений Маркулис пишет в «Круге чистой воды». И мне, Свердловскому пацану, каким-то образом на Бобине, Бобине на такие кассеты. На магнитофоне. Кто не знает, молодое поколение. Пришло это. И машину времени я узнал не по повороту, не по старым песням, не по марионеткам, а по «Круге чистой воды». Потрясающе мелодически очень интересный. Андрюш, извините, я тебя перебиваю. Я почему-то говорю. Скоро рекламная пауза. Да, дальше. Я очень быстро скажу. Традициям блюза в России больше 40 лет. Знаменитый фильм в 1962 года, «Фугас», там звучит песня, «Фугас», вы знаете, этот фильм, «Последний дюйм». Это первый русский блюз в 1962 год. И мы говорим, что нельзя здесь играть блюз в России. Евгений нам уже рассказал о фильме «Стиляги». Гениальном фильме. Тодоровский лучше ничего уже не снимет точно совершенно, потому что он не сможет лучше снять, мне кажется. Потому что Евгений был самым продюсером этого фильма. Потрясающая совершенно сцена, когда за кружкой пива в пивной артист говорит, здесь нельзя играть джаз. Но как бы она провоцирует на то, что здесь всегда играли джаз. И он в очень хорошую позицию занимает просто свою нишу. И у нас блюз занимает свою нишу. В принципе, у меня нет вопроса. Я просто хотел подчеркнуть, что блюзу в России 40 лет. Чтобы тебя показали по телевизору. Прекрасно. Блюзу в России 40 лет. На этой чудесной, торжественной ноте. Я хочу сказать, что Маргулис самый человечный человек в машине времени. Самый человечный. Потому что все забронзовели там. Они имели право забронзоветь. Он самый человечный. Своё мнение по поднятой проблеме Евгений Маргулис выскажет после рекламной паузы на телеканале. Спасибо, Женя, что ты есть. Маленькая девочка Со взглядом волчицы Я тоже когда-то Был самоубийцей Одно и что с того, что вчера я Прилетел из Амстердама Но если не брать во внимание Пьянство и наркоманию 25 лет на сцене Производитель гитар Крафтер Поздравляет легендарную группу Крематорий Зюбилейм